Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы оканчиваем изучение книги Иисуса Навина. И сегодня мы будем читать последнюю главу этой книги, это 24 глава. В ней говорится о том, как Иисус Навин и израильский народ заключают завет с Богом в Сихеме. Рассказывается о смерти и погребении Иисуса Навина, о том, как мощи Иосифа были погребены в Сихеме, и о смерти и погребении Елеазара, первосвященника. И мы читаем. «И собрал Иисус все колено Израилевы в Сихем, и призвал старейшин Израиля и начальников Его, и судей Его, и надзирателей Его, и предстали пред Господа Бога, и сказал Иисус всему народу, так говорит Господь Бог Израилев, за рекою жили отцы ваши издревле». Что значит «за рекою жили отцы ваши издревле»? Имеется в виду река Ефрат. За этой рекою, вдали от святой земли, Эрц-Исраил, жили предки еврейского народа, будучи язычниками, нечестивыми язычниками. «Фара, отец Авраама и отец Нахора и служили иным богам», то есть были язычниками. «Но я взял отца вашего Авраама» – это говорит Господь – «из-за реки, из-за Ефрата» – само слово «еврея» и означает «из-за Ефрата», «и водил его по всей земле Ханаанской и размножил семя его и дал ему Исаака». Исаак дал Иакова и Исафа. Исафу дал я гору Сэр в наследие, и Аков же и сыны его перешли в Египет и сделались там народом великим, сильным и многочисленным, и стали притеснять их египтяне. И послал я Моисея и Аарона, и поразил Египет язвами, которые делал я среди его, и потому вывел вас. И вывел отцов ваших из Египта, и вы пришли к Черному морю. «Тогда египтяне гнались за отцами вашими с колесницами и всадниками до Черного моря». Черного моря – это Красного моря. «Но они возопили Господу, и Он положил облако и тьму между вами, египтянами, и навел на них море, которое их покрыло. Глаза ваши видели, что я сделал в Египте. Потом много времени пробыли вы в пустыне, и привел я вас к земле Амареев, живших за Иорданом. Они сразились с вами, но я предал их в руки ваши, и вы получили в наследие землю их. Я истребил их перед вами. Восстал Валак, сын Сепфоров, царь Моавицкий, и пошел войною на Израиле, и послал и призвал Валаама, сына Виорова, чтобы он проклял вас. Но я не хотел послушать Валаама, и он благословил вас. Я избавил вас из руки его. Вы перешли Иордан и пришли к Иерихону, и стали воевать с вами жители Иерихона, Амареи, и Ферезеи, и Ханане, и Хетей, и Гергесей, и Ивей, и Фусей. Но я предал их в руки ваши. Я послал пред вами шершней, которые прогнали их от вас, двух царей Амарейских. «Не мечом твоим и не луком твоим сделано это. И дал я вам землю, над которой ты не трудился, и города, которых вы не строили. И вы живете в них из виноградных и масляничных садов, которых вы не насаждали, вы едите плоды». Вот так Господь пересказывает историю этого народа. Когда-то это были поганые язычники, которые служили другим богам. Но Господь взял одного из них, Авраама, открылся ему. И вот мы видим стройность этой истории, она совпадает с Пятикнижием. По смыслу, совпадает с Пятикнижием. 14 стих. «Итак, бойтесь Господа и служите Ему в чистоте и искренности. Отвергните богов, которым служили отцы ваши, за рекою и в Египте». За рекою – это за Ефратом, в Миспотамии, и в Египте, когда происходила ассимиляция некоторых евреев в египетско-языческое общество. «А служите Господу. Если же не угодно вам служить Господу, то изберите себе ныне, кому служить, богам ли, которым служили отцы ваши, бывшие за рекою, то есть за Ефратом, или богам Амареев, в земле которых живете, «А я и дом мой будем служить Господу, ибо он свят». Это вот слова Иисуса Новина. «И отвечал народ и сказал, нет, не будет того, чтобы мы оставили Господа и стали служить другим богам, ибо Господь, Бог наш, Он вывел нас и отцов наших из земли египетской, из дома рабства, и делал пред глазами нашими великие знамения, хранил нас на всем пути, по которому мы шли, и среди всех народов, через которые мы проходили». Народ проявляет благодарные чувства навстречу Господу, который так помогал им. «Господь прогнал от нас все народы и Амареев, живших всей земле». Почему упоминаются только вот Амареи? Наверное, это было наиболее сильное племя. «Господь прогнал от нас все народы и Амареев, живших всей земле, посему и мы будем служить Господу, ибо Он – Бог наш». Иисус сказал народу, «Не возможите служить Господу Богу, ибо Он святой». Вот здесь Он говорит, как пророк, который видит будущее этого народа. «Бог – ревнитель, не потерпит беззакония вашего и грехов ваших. Если вы оставите Господа и будете служить чужим богам, то Он наведет на вас зло и истребит вас после того, как благотворил вам». То есть Господь истребляет целые народы, племена, посылает мор, эпидемии, потому что люди перестают служить Богу. Они заняты благом земной жизни, их Бог – это богатство, этим они дорожат, ради этого они готовы на все. И тогда Господь предоставляет им возможность остаться один на один. со своим пониманием жизни, когда Господь отходит, тут и эпидемии, тут и землетрясения, тут и военные слухи, как и Христос все это предсказал. И сказал народ Иисусу, «Нет, мы Господу будем служить». Узнаете апостола Петра? Он же потомок этого народа, когда Христос сказал, «Все вы отречетесь от меня», и Петр кричал, «Все отрекутся, я не отрекусь». Такая национальная черта, самоуверенность. Иисус сказал народу, «Вы свидетели о себе, что вы избрали себе Господа. Служить Ему?» Они отвечают, свидетели. Итак, отвергните чужих богов, которые у вас, и обратите сердце свое к Господу Богу Израилеву. Вот. Это то решение, которое мы должны принять, иначе планета погибнет. Люди могут вымрать на этой планете. Отвергните чужих богов, которые у вас, а Бог – это секс, доллар, евро, спорт, все что угодно. Богов этого мира много. Итак, отвергните чужих богов, которые у вас, и обратите сердце свое к Господу Богу Израилеву. Народ сказал Иисусу, Господу Богу нашему будем служить, и гласы его будем слушать. В некотором смысле народ проявляет самоуверенность. Пророк уже сказал им, что не очень у них получится. но вот сейчас они произносят слова, которые возвышают этот народ над всеми другими народами. Они говорят, Господу Богу нашему будем служить, то есть все, что он нам говорит, исполнит, и гласы его будем слушать, чтобы понять, что он от нас хочет. Так не бывает. Люди говорят, выслушаем все, что говорит Господь, и потом поймем, можем мы это исполнять или нет. А они проявляют фантастическую веру, они говорят, будем служить Богу, делать, и гласы его будем потом слушать. Что-то он скажет, то мы и будем делать. И за это вот этот народ и был избран из многих народов. И заключил Иисус с народом завет в тот день и дал ему постановление, закон в Сехеме, то есть в этой столице древней еврейского народа, перед скинием Господа Бога Израилева. И вписал Иисус слова сии в книгу Закона Божия, что значит вписал слова сии в книгу Закона Божия, прибавил к пятикнижию вот эту книгу Иисуса Новина. И взял большой камень и положил его там под дубом, который подле святилища Господня, то есть в Сехеме, и сказал Иисус всему народу, вот камень сей будет нам свидетелем, ибо он слышал все слова Господа, которые он говорил с нами сегодня, он, то есть камень, да будет свидетелем против вас в последующие дни, чтобы вы не солгали пред Господом Богом вашим, и отпустил Иисус народ каждого свой удел. «А как это камень будет свидетелем?» Не надо удивляться, а слиться может говорить «И камни возопьют», сказанное в Ном Завете. Далее рассказывается о смерти и погребении Иисуса Новина. «После сего умер Иисус, сын Новина, раб Господен, будучи 110 лет, и похоронили его в пределе его удела, фамнав сараи, что на горе Ефремовой, на север от горы Гаша. И положили там с ним во гробе вот это дополнение, оно берется из Септуагинты, его нет в еврейском тексте, этого дополнения, поэтому это часть древнего предания. Все, что в нашей Библии в квадратных скобках, это взято не из еврейской Библии, а из Септуагинты греческой. «И положили там с ним во гробе, в котором похоронили его каменные ножи, которыми Иисус обрезал сынов Израилевых в Галгале, когда вывел их из Египта, как повелел Господь, и они там даже до сего дня». Возможно, это предание пророчески указывает на то, что когда-то обретутся его мощи, и вот по этим каменным ножам, если в Сихеме найдут захоронение древнее, и там погребенные с каменными ножами опознают, кто это такой. «И служил Израиль Господу во все дни Иисуса и во все дни старейшин, которых жизнь продлилась после Иисуса, и которые видели все дела Господа, какие Он сделал Израилю». То есть, какое-то время воцаряется правление судей старейшин, поэтому следующая книга за книгой Иисуса Новина – это «Сефер Шефтим», книга судей. «И кости Иосифа», то есть мощи Иосифа, которые вынесли сына Израилева из Египта, схоронили в Сехеме в участке поля, которое купил Иаков у сынов Эмора, отца Сехемова, за сто монет, и которое досталось в удел сынам Иосифовым. Вот в двух случаях надо обращать внимание на то, что кладбищенской земле надо очень серьезно относиться. Авраам не принял в дар пещеру Махпелы, поле перед ней, а заплатил. А так действовал Иаков. А у нас непонятно кому принадлежат кладбища, и вообще для нас православных христиан это позор. Есть еврейское кладбище в Москве, есть мусульманское кладбище на пределах нашей страны, есть даже немецкое кладбище протестантское. Нету ни одного православного кладбища, ни одного. Когда в 90-х годах церковь задумалась над этим вопросом, то стали вести переговоры. Приехали какие-то бандиты, сказали даже не думайте, это наш бизнес, даже не думайте. А Писание говорит, что думать как раз об этом надо, нельзя хоронить где попало, эта земля должна точно быть выкуплена нами, кому она там принадлежала, а доверять государству не надо в этом вопросе. они считают, что так как у нас большая часть населения православная, вот обычное кладбище это как бы православное, а так как они принадлежат государству, хоронят там всех подряд. Попробуйте на мусульманском кладбище похоронить без согласия мулы или на еврейском кладбище без согласия рабина. Ничего не получится. А рядом с нашими покойными хоронят висельников, наркоманов, непонятно кого. Далее рассказывается о смерти погребения Елиазара первосвященника. После сего умер и Елиазар, сын Аарона, первосвященник, и похоронили его на холме Финеса, сына его, который дан ему на горе Ефремовой. Когда отца хоронят на земле сына, это значит сын не хочет, чтобы могила отца была непонятно где. Она должна быть по возможности в шаговой доступности. А в тот день сыны Израилевы взяли ковчег Божий, носили собою и Финес был священником, то есть первосвященником. Вместо Елиазара он стал священником Коген, причем верховный Годоль, Коген Годоль. Финес был священником, вместо Елиазара отца своего, доколе не умер и не был погребен, а в городе своем Гава Афе. Ну, понятно, рядом с могилой отца. Кстати, в Синодальной Библии, когда говорится о первосвященнике, наверное, правильнее было бы с большой буквы писать священник, а когда обычный священник, просто с маленькой буквы, а из первосвященника с большой. Я вот видел издания западные, они именно так бережно делают, а то не очень понятно. Священников тогда было много. А сыны Израилевы пошли каждое свое место и свой город, и стали сыны Израилевы служить Астарте и Астарофу, ну, как предсказывал Иисус Навин, и богам окрестных народов, и предал их Господь в руки Эглона царя Мавицкого, и он владел ими 18 лет. Итак, книга Иисуса Навина заканчивается рассказом о том, что все колена Израилевы торжественно провозгласили свою верность Богу. Собрание происходило в Сихеме, на том месте, где Авраам впервые воздвиг жертвенника к Господу, союз завет был опять возобновлен Соломоном. Пророки неустанно напоминали о нем народу. Иисус Навин и Элязар умерли в земле обетованной, в то время, как Моисей и Арон должны были умереть до перехода через Иордан. Таким образом, книга Иисуса Навина заканчивается повествованием о смерти этих людей. Но, с другой стороны, эта книга заканчивает повествование о возвращении из Египта. О возвращении из Египта. То есть, исход совершился в полной мере именно во дне Иисуса Навина. потому что исход предполагает, что из какого-то места переходит в другое место. Это совершилось во дне Иисуса Навина и об этом рассказывает нам его книга. Спасибо вас, Господь! Иисуса Навина